Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале Бульба 6 Деревни. И с вами снова, как всегда, я, Серёга. Не за горами зима, а значит, мороза, а также выпадение снега. И чтобы нам этот снег не лопать в рушную, сегодня мы будем с вами изготавливать снеговую лопату на наш мини-трактор. Как видите, она у меня уже была, но сегодня будем её переделывать. Этой старушке пора уже на покой. Ну, по всему порядку. Поехали! В этой лопате мы будем переделывать именно сам отвал. Так как, можете видеть, он уже сильно выгнут. Ещё даже есть отверстия. Эта лопатия, я где-то у меня, ну, лет пять она отработала. Сам прицепной механизм мы это ставим. Была намётка поворотная. Либо прямо она остановилась. Либо вот под углом. С этим механизмом ничего не случилось, его мы и оставим. А сам отвал будем делать вот из такой 200-литровой бочки советского образца. Металл здесь довольно-таки толстый. Поэтому, я думаю, будет отлично работать. Ну, друзья, первое, что мы сделаем, это отрежем дно у бочки. Как вы видите, бочка уже пришла в негодность. Мы везем сквозные даже отверстия. Или хранение воды, либо что-то, она, в принципе, не годится. Отрезать буду немножко подальше, так как здесь металл уже будет тонкий, подгнивший. Ну, где-то даже отступлю сантиметра три. Я думаю, там дальше будет нормальный металл. Сделал, друзья, разметку, которую буду резать. Видимо, получилось так, как я и хотел. Линия реза будет подальше гнилого места. Теперь будем резать. Отрезали, друзья, дно у бочки. Как можете заметить, его уже нет. Теперь нам нужно сделать продольный разрез. Продольный разрез я решил сделать вот по этому шву, чтобы сильно не заморачиваться с разметкой. Сделаем надрез этот, и уже от этого надреза будем отшитывать высоту нашей будущей лопаты. Сделал, друзья, продольный разрез. Теперь будем отмерять высоту нашей будущей лопаты. Высоту я решил сделать такую же, как на моей старой лопате. Она у меня была, сейчас измерим для точности, 60 сантиметров. Это будем делать такую же, так как старая лопата полностью устраивала, претензий к ней не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь зачистим и сварим. По ширине она получилась пошире, чем моя старая лопата. Старая у меня была... 122 сантиметра, но это получается... Даже визуально видно, что намного шире. 163 сантиметра. Ну, я думаю, тракторок справится. Должен ее потянуть. Грунт, друзья, под этими отрезками трубы неровный. Поэтому подложу доски, чтобы немножко это сравнять. Чтобы не было перекоса в будущей лопате. Вот такой, друзья, отвал у нас получается. Как видим, он намного шире старого. Особо внимательно люди могли заметить, что начинал я варить инвентором, а закончил полуавтоматом. То есть, из-за того, что здесь вот металл 2 миллиметра, я думаю, видно хорошо. А еще, где было дно бочки, он все тоньше и тоньше. Здесь где-то миллиметр, может, чуть больше. Инвенторной сваркой прогорал. Поэтому пришлось перейти на полуавтомат. У нас где прогорал, видно. Ничего страшного, зачистим, и все будет хорошо. Ну, на сегодня, наверное, мы закончим работы. Вечереет. Продолжим завтра. Продолжение следует.